У нас, в результате, ничего не бывает, мы на всё отвечаем. Но если не словами, то улыбками и, так сказать, позитивной энергетикой. А мы это Антон Серебряков. И Валерия Майорова, 10.03. Друзья, в столице новый час в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Чем мы будем заниматься? О чём рассказываем? А я тебе расскажу. В этом части мы расскажем о самых свежих и ярких рекордах страны, установленных на днях. И не просто расскажем, а ещё и покажем. Смотрите, слушайте, это будет интересно. В общем, иными словами, телерадиоканал «Страна.ФМ» и «Книга рекордов России» представляют совместный проект «Рекорды страны». И вот в этот час мы обычно по понедельникам сидим, удивляемся, изумляемся, ахаем, охаем, иногда даже завидуем. Вот мне бы так уметь. А вот если что-то появится из того, что я умею, я тоже пойду, знаешь ли, на сайт книгарекордовроссии.ру, чтобы прославиться, зарегистрируюсь там по всей форме. А вот какой бы рекорд могла бы поставить ты, чисто в теории? Долго-долго болтать ни о чём. Много-много человек подряд. Но оказывается, там много таких рекордов, и многие телерадиоведущие, они сутки напролёт и в пижамах, и с кофеём вещали, 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 вещали. У них уже мозоль была на языке, они всё вещали. Молодцы, восхищаюсь, стремлюсь, пока не готов. В общем, да, в этом часе, да, что-что-что. Нет, я хотела сказать, что когда вы будете регистрироваться на сайте книгарекордовроссии.ру, очень важно, чтобы у вас было российское гражданство, но это связано с тем, что книга рекордов России, и всё, в принципе, логично. И, может быть, именно вы станете следующим героем нашей программы. Да, будем рассказывать о самых ярких рекордах на этой неделе. Самые крутые рекорды прошлых лет также немножечко засветятся. Анонс предстоящих рекордов России. И викторина, конечно же, сегодня будет. Что разыгрываем? Разыгрываем мы кепку, эксклюзивную, красивую, с логотипом телерадиоканала «Страна FM». Такую кепку вы нигде не купите, ни за какие деньги ни у кого не выпросите. Можем подарить её только мы, потому что мы эксклюзивные, так сказать, дистрибьюторы. Я правильно слово «дистрибьюторы»? Естественно. От эксклюзивного московского солнца будете защищены. А может быть, в какой-нибудь, да, в другой город поедет кепка. В общем, выясним мы это уже непосредственно, когда начнём проводить эту викторину. Ну а пока, друзья, не только слушайте нас, но и смотрите. 742-я кнопка «Триколора». Сайт «Страна.фм». Ну и мобильные приложения «Веб-стор» и «Гугл Плей». Скачивайте, мы так там и называемся, «Страна.фм». А почему мы призываем всех смотреть? Ну, потому что будем показывать видеоролики. Вы сможете воочию стать свидетелями рекордов страны. А то, знаете, как-то на слух не все воспринимают, а тут прям герои в лицо. Ну, мы будем стараться комментировать абсолютно всё, что будет происходить на экране. Ну, а пока к музыке. Сагдиану, друзья, слушаем и смотрим. Это телерадиоканал «Страна.фм». Валерий Майор, у Антона Серебрякова здесь в студии. Это рекорды страны. Друзья, начинаем рассказывать, какой же первый рекорд будет у нас. Слушай, ну первый рекорд у нас из Санкт-Петербурга. Данила Мушинский установил наибольшее количество реквизита в фаер-шоу. Я сразу скажу, что произошло это 20 мая 2017 года, но до сих пор не утихают разговоры, потому что рекордное количество, значит, сколько предметов он использовал в фаер-шоу. 12. А это ведь шоу с огнём, это достаточно опасно. Мне кажется, я даже два предмета. Я вот полыхающую спичку и горящую зажигалку в руках не удержу, а человек жонглировался. Это было безумно красиво и ярко. Ну и показал он трюки со всем этим. Как ты её считаешь? Я на фаер-шоу был как раз-таки очень-очень давно году, так это в 2008, может быть, 2007. Я вот последний раз в своей жизни наблюдал реальное живое фаер-шоу. Мне очень понравилось. Это было ночью. Ну страшновато. В том-то объекте, там под музыку всё это ребята крутили. В общем, было здорово. И, кстати, в моей практике один раз я только попробовал что-то изобразить. Это было без огня. Что-то у меня получилось, что-то не получилось. В общем, на рекорд я не пошёл. Что-то получилось, что-то не получилось. Но с целого результата достигнуто. А вот у Данила на подготовку к рекорду ушла неделя. К слову, этот раз он попил свой же собственный рекорд. Молодец. Так, хватит о нём говорить. Я предлагаю прямо сейчас всем заходить на сайт страна.фм, а также 742-я кнопка Триколор ТВ и ваше приложение, чтобы увидеть Данила. Он действительно потрясающий малый. Мы сейчас тоже вместе с вами посмотрим. Давайте ролик. Рекорды страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ну что ещё можно сказать? Шоу проходило в Великом Новгороде. Да, да, да. Шоу проходило в Великом Новгороде. Я ещё раз напомню, 12 предметов. Это рекордное количество для нашей страны. Огненные веера, огнемёт, огненная скалка и многое-многое другое. Смотрите. Вот они, огненные веера. Как раз пошли скакалку. Мы тоже уже видели. А прикольно, да, когда ты свой собственный рекорд берёшь и побиваешь каждый год. Ну, мне кажется... О, огнемёты. О, огнемёты. Да, это стильно. Данил, молодец, однозначно. Рекорды страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ну и ты знаешь, что у него техническое образование, между прочим, высшее? Нет, я не знал, если честно. Не знал, а вот теперь ты знаешь. Данил Мушинский многократный чемпион в нанчаку фристайле. А ещё он занимается экстремальными практиками. Хождение по раскалённым углям, битому стеклу и многое-многое другое. Какой молодец, да, техническое образование. В общем, зря времени не теряет, да? Физический парень, да, умничка. А также у меня есть информация, что он занимается этим с 2010 года, то есть уже представляешь, на протяжении 7 лет... Почти 8 лет. Человек идёт, идёт к своему рекорду. Я думаю, не последняя отметка в его практике. Так что, друзья, если вы решили поставить какой-нибудь рекорд, заходите на сайт книгарекордовроссии.ру. Ну вот, в частности, если вы хотите рекорд Данила побить, вам нужно использовать фаер-шоу 13 единиц реквизитов на один предмет больше, чем у нашего рекордсмена. Книгарекордовроссии.ру и обязательно иметь российское гражданство. Да, это всё, что нам нужно знать о рекордах, чтобы его побить. Ну а мы двигаемся дальше, не забываем про музыку. Серега прямо сейчас в эфире телерадиоканал Страна ИПМ. Есть ещё у нас для вас интересные рекорды. Порок парагомницы, мне понравилось. Это всё, что нам нужно знать, чтобы побить рекорд Данила. Мне ещё многое нужно знать, чтобы все эти вера хотя бы просто в ладони. Там важнее практика. Практика. Мне кажется, тут должно быть написано «не повторять его», потому что это сложно очень. Вот Земфира уже чувствует, видимо, о чём пойдёт речь, разминает речевой аппарат чами-чами-чами-чами, но на самом деле тут будет посложнее, потому что мы продолжаем познакомиться со самыми свежими, зафиксированными рекордами страны, да? И у нас сейчас речь пойдёт о скороговорках. Мы с Антоном Серебряковым за кадром так наскоровоговорились, что уже ни одно слово даже пройти же у нас не выговорится. Давай, давай, я попробую. Итак, в октябре 2015 года Петраковская Светлана Александровна из города Новосибирск быстрее всех в нашей стране без запинки произнесла известную скороговорку «Лигурия». Я думаю, что да, вот если даже вы думаете, что она неизвестна, вы сейчас вспомните, Антон постарается, давай. Итак, в четверг 4-го числа в 4 с четвертью часа «Лигурийский регулировщик» регулировал в «Лигурии», но 33 корабля лавировали-лавировали, да так и не вылавировали. У меня смешнее получается. «Лигурийский регулировщик» говорит, да, да, да. А вот Светлана Петраковская произнесла эту скороговорку за 2 минуты и 7 секунд, а там, между прочим, 363 слова. Представляешь себе, 363 слова за 2 минуты. Вот мы с тобой болтаем, 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 болтаем. Сколько слов? Я, если честно, не считаю. А мы считать не умеем, нас вот как раз набирали. Дело в том, что у меня нога с преподвы подвертом. С преподвы подвертом. Вот, да, в чем дело. Кстати, это в нашей стране самое быстрое произношение скороговорки «Лигурия». Вот такой факт у меня есть у Светлани. И я думаю, что уже нужно прекращать нам болтать. И дать слово Светлане. И дать 363 слова Светлане. Ну, мне кажется, там будет ролик немножечко урезан. Тут можно не только смотреть, но и слушать, потому что это великолепно. Да, давайте все-таки посмотрим и послушаем. Заряжайте. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна.ФМ». В четвертого числа, в четыре четверти часа, лигурийский регулировщик регулировал в «Лигурии». Но 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол, пропротокол, протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый. Лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный претендент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе. Браво! Рекорды страны на телерадиоканале Страна.ФМ. Ты знаешь, Лер, у меня есть друг, который так со мной разговаривает по телефону обычно. У него потрясающие истории каждый раз, когда он мне звонит по телефону. И ему нашел смесь рассказать, пока на трубку не положил. Такое произошло. Ну, в общем, я прихожу туда-туда, а там меня встречают тета-тета-тета, но не лигурийский регулирующий. Слушай, я сначала думала, если бы я не знала, я думала, что это такой эффект на монтаже, когда убыстрели. Нет, она так... Ускорили. Ускорили? Ускорили. Ускорили, ну ладно. В общем, молодец. Светлана Петракова, между прочим, сделала это все наизусть, выучила она Лигурию. Молодец. Чтобы побить этот рекорд, нужно произнести скороговорку Лигурия за 2 минуты 6 секунд на секунду больше, чем это сделала Светлана Петракова. Меньше, меньше, да? Челогично. В общем, если вы чувствуете в себе силу великого скороговорщикам, заходите на сайт рекордыроссии.ру, регистрируйтесь, учите эту скороговорку. Сколько слов? 363 слова. Всего. На. Все. Го. Друзья, я уверен, да, мы уверены, что все у вас получится обязательно. А мы пас. Да, мы пока что пас, мы пойдем подготовим следующий рекорд, друзья. И Диму Билан послушаем на берегу неба. Прямо сейчас звучит на телерадиоканале Страна.ФМ. Мы напоминаем это о рубрике, рубрике, рубрика Рекорды Страны. Слушай, меня Лигурия вообще совершенно просто выбила с профессиональной колеи. Да. Утро страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ну, это утро мы с рекордов начали. Утро начали с рекордов страны. И рекорды у нас потрясающие. Каждый новый поражает нас в самое сердце. А вот этот вот вызывает у нас зависть, потому что мы тоже так хотим. Да, Антоха? Да. Итак, телерадиоканал Страна.ФМ. Книга рекордов России продолжает. Знакомить вас со свежими рекордами, установленными в нашей стране. Ну, и так, относительно свежий годик. Мы уже практически 16 июля 16-го года в Алтайском крае было зафиксировано самое массовое лежание на открытой воде. Внимание, в положении звездочка. Мне кажется, этот рекорд достойен аплодисментов. Ура. Где аплодисменты? Давай, 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 давай. Еще. Вот они, вот они. Посмотрите, как классно. Собраться лично звездочкой. И еще попасть в книгу рекордов. Да, и еще в книгу рекордов России попасть. А вот теперь вы просто закачаетесь, потому что во флэшмобе приняли участие жители края и гости курорта. Всего, Антон, 1350 участников. Звездочкой! Все, это просто воплощение. Это, знаете, это логотип отпускника. Вот, вот так это должно выглядеть. Логотип, символ, символ, скорее всего. Символ, да. Ну а что, логотип, это тоже символ, просто запротоколированный. Короче, я предлагаю посмотреть на всех этих красавцев, позавидовать им бело-зеленой завистью, а потом мы вам расскажем всякие интересные подробности. Да, так что, друзья, включайте сайт страна.фм, мобильное приложение, веб-сторе, гугл-плей, можно их прямо сейчас скативать, их вы успеете, наверное, посмотреть. 742-я кнопка, трикадор-тв, мне кажется, вам будет очень легко ее нажать. Ну что, посмотрим этот ролик. Я держу тебя за рукой, обожайся, давай. Все, давай смотреть. Рекорды страны на телерадиоканале Страна.фм Итак, друзья, что же происходит сейчас? А, вот появился... Да, первый участник появился, второй. Ты посмотри-ка, что лежат. Это напоминает Турцию. Но нет, дело происходит на озере Яровое. Рекорды страны на телерадиоканале Страна.фм Ну и давай про озеро Яровое поподробнее расскажем. Уникальный природный объект является самой низкой точкой Алтайского края относительно уровня моря и по лечебным свойствам. Ты знаешь, оно приближается к соленым озерам Крыма и Кавказа, а по концентрации всяких минеральных полезных веществ говорят, вот даже серьезный конкурент мертвого моря в Израиле. То есть, иными словами, ты хочешь сказать, что 1350 человек, мало того, что они приехали отдыхать, они еще и подлечились. Подлечились. Лично все получилось. Все прошло как по маслу. Ну, для того, друзья, мы напомним, что для того, чтобы побить этот рекорд, вам нужно собрать подобный флешмоб, но на этот раз нужно, чтобы пришли 1351 человек. Что такое один человек? Соберете, конечно. Меня зовите. Я приду. И тогда прям сразу. А ты знаешь, что еще вообще это времяпрепровождение называется флотинг, да, очень полезно для позвоночника. Одна из практик релаксации. Между прочим, если в Москве вы захотите такую штуку заняться, есть, возможно, специальные бассейны. Там дико дорого. Слушай, мне кажется, России не хватает рекорда, когда люди в пятницу днем или в субботу днем выезжают куда-нибудь за город или куда-нибудь в парке жарят шашлыки и все это будет называться шашлычинг. Шашлычинг? Мне кажется, есть. Они этим занимаются, но никто не фиксирует просто эти рекорды. Слушай, мне кажется, есть такой рекорд. Мы, кажется, какой-то такой шашлычный рекорд уже оглашали. В общем... В Останкинском парке, я не знаю, на майские праздники каждый год рекорды ставят. Там рекорд, да, по количеству человек на один мангал. Вот этот вот, там рекордное количество участников. Ну, о них позднее. Друзья, заходите на сайт рекордероссии.ру, обязательно зарегистрируйтесь. Если вы решили побить этот рекорд, 1351 человек вам нужен. В позе звездочки должны немного мы с вами поплавать. Ну, а мы двигаемся дальше. Элина Чага продолжает наш музыкальный эфир телерадиоканал «Страна.ФМ». Говорит, пропаду. Пропаду? А мы не пропадем с тобой никуда, потому что у нас еще один рекорд, и он какой-то такой. А еще и викторина у нас не загорали. Да, вот про нее-то и нельзя забывать. Кепочку разыграем совсем скоро. Оставайтесь с нами. Поехали дальше. Ну, а кепка от телерадиоканала «Страна.ФМ» никогда не пропадает, потому что она всегда достается самым активным и, знаешь, самым быстрым. Да, да, да. И самым эрудированным, умеющим гуглить в гугле. Итак, на телерадиоканале «Страна.ФМ» рубрика «Рекорды страны». Сейчас вот есть возможность эту самую кепочку выиграть. Давай сразу с вопроса начнем. Да, давайте, друзья, начнем с вопроса. Итак, недавно, 1 июля, в нашей стране был зафиксирован вот такой рекорд. Наибольшее количество однополых детей, рожденных в один день, но в разные годы. Сложная формулировка. Вот так вот. Родители трех мальчиков, Флеменчук, Елена и Балыка, Александр, проживает семья в Ставропольском крае. Их сыновья Евгений, Александр и Дмитрий были рождены в 77-м, 84-м и 98-м годах соответственно. То есть у них перед этим какой-то очень важный праздник события, когда вот все это... Они просто четко вот вымерели, да, вот когда надо. Молодцы, молодцы. А вопрос звучит следующим образом, друзья. Какого числа у всех сыновей день рождения? Есть вариант ответа. Первый вариант 5-го мая. Второй вариант 1-го сентября. И третий вариант 8-го марта. Прямо сейчас присылайте свои ответы в WhatsApp и Viber на номер 8-909-928-1-89-9 и, ну, давай по традиции пятый, кто правильно нам ответит, получит кепку от страны. Да, уже сейчас направляйте свои месседжи в WhatsApp и Viber. Будем с вами считать, играть в кепочку в следующем выходе подарим пятому. Какого числа у всех сыновей день рождения? 5-го мая, 1-го сентября или 8-го март? Пишите. А мы продолжаем знакомить вас с рекордами. Да, о каких рекордах про реснички? Нет, не про реснички. Про Шаталова Николая Ивановича. Кто в наше время может похвастаться длительным стажем работы на одном предприятии? Вот как раз-таки Николай Иванович из Тульской области и может. Установил в нашей стране рекорд наибольший стаж работы на производстве на предприятии ООО «Строю техника». Николай Иванович проработал, внимание, угадай, сколько? Нет, без понятия. 66 лет и 66 дней. То есть, в 30-м году он родился, 18 лет поступил на производство и проработал до 2014 года. Я восхищена им полностью. А я-то восхищен. Просто молодец. Оранжевая студия, телерадиоканал «Страна-ФМ». Оранжевое настроение. Это уже было участие. Ну да ладно. Продолжаем. Слушайте, мы совсем скоро подведем итоги нашей викторины. Но пока давай, давай, как-то по интригу потянь. Давай расскажем еще немножко. 66 лет, 66 дней. Успокойся. Представляешь, на одном заводе человек проработал, поставил рекорд. Шаталов Николай Иванович из Тульской области. Выбила Антоху из колеи просто. Я не могу. Я этим человеком восхищаться буду еще неделю целую. В одно место, да, столько лет. Ну, я не это имела в виду. Ну ладно. Самая глубокая станция метро в России. Это станция метро Адмиралтейская в Санкт-Петербурге. Глубина 86 метров. Считается одной из самых глубоких станций метро в мире. И расположена она на Фруинско-Приморской линии. Это тоже один из рекордов России. Я там был очень долго спускаться на эскалаторе, если честно. Слушай, я бы, мне кажется, тоже была. Я успел чуть-чуть заскучать. Заскучать? Ну, чуть-чуть? Ничего страшного. Первый российский видеоролик, набравший 1 миллиард просмотров на YouTube. Какой? Как ты думаешь? Клип «Время и стекло»? Нет, это там Маша и Каша, мультик. Кстати, вот говорят, что у девочки Маши есть реальный прототип. Режиссер увидел на отдыхе девочку, которая всех доставала, просто в шоке, да, этой девочке? это все остальные люди, да, они просто о-о-о. То есть 1 миллиард детей, а может быть и взрослых, посмотрели этот ролик на YouTube. Но он же умилительный. Вот, и сейчас пора отпусков, поэтому еще один рекорд давай с тобой озвучим. В августе 2016 года был зафиксирован мировой рекорд, не просто российский, мировой, на самое глубокое погружение в Черное море, и Алексей Волков из Новороссийска погрузился на глубину 179,9 метров. Молодец! То есть почти 180 метров в акваланге, видимо, с аквалангом. Это очень, волнительно очень, мне кажется, это прям страшновато даже. Ну, так-то это еще требуется подготовка специальная, профессиональная и долгая, для того, чтобы на такие глубины А вот для того, чтобы выигрывать у нас подготовка не требуется, требуется имечка удачи, чтобы пятым по счету прислать сообщение, и нужно знать правильный ответ. А повтори-ка вопрос. Итак, какого числа у всех сыновей день рождения? Напомню, что сегодня мы спрашивали у вас, не так давно, в один день, но в разные годы, друзья. Какого числа? У них у всех день рождения. Спрашивали об этом вас. Итак, правильный ответ у нас скрывался под номером 1. Пятого мая есть у нас победитель. 3682, последние четыре цифры номера. Александр, зову человека, мы поздравляем вас. Молодец, Саша! Вы молодец, вы везут. Ура, ура, ура. В общем, дождитесь СМС-сообщения, со всеми подробностями, оно придет. На этом рекорды России закрываются, и мы, Антон Серебряков. Валерия Майорова, ставьте рекорды. А за Сим, отшаркиваемся ножкой, да. Обязательно увидимся, услышимся завтра на теле-радиоканале Страна ФМ. Любим, целуем. Всем отличного дня. Счастливо. Пока.